Очень многие убеждения, они идут из рода, и ты понимаешь, что вот тебе туда надо, вот надо туда и все, в заболевании, например, какие-то наследственные, да, а так от них можно очень легко освободиться. Это самое пятое измерение, про которое очень многие говорят, оно совершенно естественное, и оно находится прямо здесь и сейчас. Здравствуйте, вы на канале Тайны Жизни, с вами я, Анастасия Овсянко. Сегодня я хочу поделиться с вами историей мастера, проводника души, прежде всего для меня, уникальной женщины уже в пространстве, просто в присутствии которой происходят важные душевные трансформации. Анна Климантова. Здравствуйте. Всем привет, дорогие друзья. Очень рада приглашению канала Тайны Жизни и с удовольствием поделюсь с вами тем, что чувствую, знаю и практикую. У нас уже с вами не первая встреча, и каждый раз, когда мы начинаем с вами снимать интервью, либо же просто встречаемся, что-то происходит в подстранстве, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, потому что начинаются вскрываться какие-то внутренние, скажем так, ответы на вопросы, которые у меня были сознательно или бессознательно. У меня все время появляется вопрос, почему так происходит, когда вы находитесь рядом? Ну, может быть, поле такое разворачивается, когда рядом кто-то находится в присутствии, и мы начинаем поднимать темы какие-то более глубокие, скажем, это же мы не просто болтаем, да? Ты всё-таки мне задаёшь какие-то вопросы определённые, и они имеют смысл, и они достаточно существенные. А все существенные вопросы, они, наверное, раскрывают какую-то глубину в человеке. И, видимо, поэтому и происходит что-то. Уходит что-то лишнее, снимаются какие-то маски, шаблоны. Вот, и может быть, поэтому так происходит. На самом деле ещё очень интересный момент, когда мы только познакомились, я заметила вот эту лёгкость у вас. То есть какой-то такой свет, лёгкость, и не то чтобы беззаботность, но такое парящее вообще состояние. То есть это просто удивительно. И когда мы начали с вами коммуницировать, то есть нежный голос, такая лёгкая подача, то есть как у вас это получается? Всегда ли так было? Конечно, не всегда это было, потому что было время, когда я достаточно была таким мужиком в юбке, можно сказать. И было очень нужно принимать какие-то такие решения и даже отдавать распоряжения и по должности, и по каким-то обстоятельствам. И, в общем-то, даже можно сказать, что в моей семье, в моём роду в какой-то момент, где были и папа, и мама, и брат, и там, допустим, жена моего брата, и сын у меня уже был взрослый достаточно, принимать всё равно решения какие-то приходилось мне, потому что на меня смотрели, они все на меня смотрели. И для меня это, конечно, было достаточно тяжело всё-таки в том возрасте, мне было сколько лет, может быть, 35-37, когда чувствуешь, что на тебе такая ответственность лежит, и все смотрят на тебя, как будто бы на тебя равняются. Да, я была такая, может быть, более какая-то сухая, зажатая, что ли, и серьёзная. В какой момент, ну, как Вы говорите, из мужчины в юбке, Вы превратились в совершенно другого человека, который мало того, что сам смог поменять своё состояние внутри, своё сознание, так ещё теперь помогает изменить сознание других людей и изменить, ну, последствия их жизни? Ну, для этого мне нужно немножко рассказать историю превращения этого, потому что оно было не вдруг, это постепенное превращение. В какой-то момент я просто поняла, что жить так, как я жила, мне просто уже невыносимо, и было только лишь две дороги, либо в любовь, либо в смерть, потому что очень многие, ну, мои близкие люди, они ушли из жизни, и к 38 годам из моей жизни уже ушли папа, брат и мама. То есть получается, что вот в какой-то момент они просто покинули этот мир. И я понимала, что, ну, это не просто так, что какие-то обстоятельства, которые так или иначе складываются в моём роду, приводят моих близких людей к уходу из этой жизни. Я, конечно, выбрала любовь, я выбрала идти за душой своей, и это было непросто. И сначала вообще до этого догадаться даже было непросто, в чём дело, как, почему. Но в какой-то момент я познакомилась как раз с хорошим очень мастером в городе Хабаровске, когда были непростые времена у меня, всё, что я перечислила выше. И она помогла мне увидеть какие-то вещи очень важные в роду, помогла мне справиться с ними. И, в общем-то, благодаря этому и я, и мой сын, благодаря этим практикам, в частности, и расстановкам по Берту Хеллингеру, мы живы, здоровы и счастливы. И, по сути, с этого начался мой такой путь. С моей первой расстановки в 2006 году, которая была в июне месяце, 20 июня, я помню, как сейчас, и которая, собственно говоря, распахнула двери нам в наше настоящее, нам с сыном, я имею в виду. И постепенно, когда я уже прилетела в Санкт-Петербург, я стала интересоваться очень много и расстановками, и какими-то практиками, и тренингами, и была в разных каких-то школах, местах, знакомилась с мастерами. И постепенно открывала и свои дары, и своё сердце, и этот путь, он постепенный был. И когда счищалась, уходила какая-то боль, какие-то защиты, наросты, мозоли, всё что угодно, можно сказать, для того, чтобы выжить, то, что образовалось на поверхности, для того, чтобы выжить, стало открываться естество такое уязвимое, живое, женственное. И вот сейчас оно имеет возможность проявляться в этот мир. Наверное, так. А вот это то, что образовалось для того, чтобы выжить? То есть это в современном мире какие-то определённые установки мышления, черты характера, паттерны поведения? То есть что это? С чем Вы конкретно столкнулись? Ну, конечно, это и убеждения, это и какие-то эмоциональные травмы, раны какие-то, ну, как на сердце, да, допустим, какие-то травмы. Это и физическая тоже боль, потому что были какие-то и с этим связанные моменты, когда были и операции, и приходилось, ну, в буквальном смысле слова, не умереть, а выжить. Вот, и с переливаниями крови там, ну, в общем, много чего было на самом деле в моей жизни, вот. Ну, слава Богу, я на данный момент жива, здорова и чувствую себя прекрасно. И, может быть, даже лучше, чем когда я ещё была молоденькой девушкой. Внутренне я себя чувствую гораздо лучше. Ты хотела, наверное, спросить, откуда эти вещи? Да, 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 но вот мне интересно вообще изначально вот именно Ваш личный опыт относительно, какие у Вас были самые такие, скажем, острые, самые тяжёлые убеждения, которые вот укоренились у Вас, которые впоследствии сформировали вот Вашу жизнь, в которой Вам пришлось защищаться, в которой Вам пришлось наделить себя теми качествами, которые мешали раскрыться Вашему потенциалу и быть собой. Да, видишь ли, дело в том, что очень многие убеждения, они идут из рода. И самое главное, наверное, убеждение, ну я так одним словом его назову, это преодоление. Это убеждение, что нужно преодолевать, идти и всё преодолевать. В этом убеждении нет лёгкости изначально, её нет. Вот, и это какое-то убеждение, которое связано с постоянной борьбой с чем-то, да. Вот, ну так нас воспитывали раньше, так нам говорили об этом. Вот, и потом, наверное, да, когда-то раньше, возможно, не было другого выхода, кроме как преодолевать какие-то тяжёлые вещи, которые происходили в наших родах. И войны, и революции, и смерти, и репрессии, и тоталитарный режим и так далее. Наверное, да, когда-то это, возможно, имело место быть. Но сейчас такое время, когда от этого нужно, наоборот, освобождаться. И всё пространство, оно об этом, что если человек захочет этого, он может от этого освободиться. Даже если какие-то внешние обстоятельства могут быть достаточно непростыми. У меня вот, например, есть такой любимый фильм, один из моих любимых фильмов, «Побег из Шоушенка», когда человек, который находился в условиях очень непростых, мягко говоря, и ему и жизнь, ну и жизни его угрожала опасность, да. Но, тем не менее, внутренняя его свобода была настолько велика, и его талант мышления был тоже таким виртуозным, что в какой-то момент он просто оказался на свободе и ещё помог своему другу стать тоже свободным и живым, главное, живым. Понимаешь, это тоже очень важно, оказавшись на свободе, чувствовать себя живым. А что значит для вас вот понятие «живым»? Что это значит быть? Ну, это же не просто дышать, ходить, деть и так далее. Даже какое-то определённое, возможно, состояние, то есть «живой», «я живой» — это как? Живой человек — это когда чувствует этот мир, его запахи, его красоту, когда и даже и боль тоже чувствует, всё чувствует, но не закрывается от этого, и идёт в какой-то опыт, и осознаёт какие-то моменты, и в то же время участвует в этой жизни постоянно, естественным образом, естественный человек. Когда не надевает какие-то маски для того, чтобы быть кем-то, каким-то, чтобы от чего-то защититься или, наоборот, на что-то повлиять, а просто является собой, и эта естественная энергия живая через него течёт во взаимодействии, в разговоре. Это очень по-честному, когда человек так себя проявляет. Вы можете вспомнить момент, который оказался для вас, скажем так, переломным? Тот момент, когда вы понимаете, что на вас все смотрят, чего-то ожидают, принятие решений, каких-то действий, и вы понимаете, что вы не хотите этого. То есть как пришло это осознание? Потому что нужно же захотеть, а для того, чтобы захотеть, нужно понять, что можно по-другому, что это не последняя инстанция, и так, может быть, не всегда можно что-то поменять. А дело в том, что у меня было как будто бы много подходов. Я как будто бы от этого отходила и опять возвращалась. Отходила и возвращалась какое-то время. То есть это было не вдруг. Это не был какой-то один переломный момент. Даже если брать мою жизнь, то я могу сказать, что трансформационных моментов каких-то, которые каждый раз выводили меня на какой-то новый виток, было много. Мне говорили там мои братья двоюродные, которые остались в Хабаровске, что ты едешь в неизвестность, ты никому там не нужна, где родился там и пригодился. То есть какие-то вот такие вот вещи. А я все равно просто это сделала. Наверное, это был первый такой переломный момент, самый-самый главный, когда так произошло. Ну и потом, наверное, еще один из таких моментов был, когда я поняла, что социумная работа, будучи управляющей дополнительного офиса, банка и какие-то подобного рода обязательства, и все вот эти вот лестницы, мне в них на самом деле достаточно жестко было. Я не была счастливой. И когда все сложилось таким образом, что это все рухнуло в 2005 году, и я оказалась как будто бы на обочине жизни, потеряв своих близких людей, оказавшись без работы, без денег, по сути. Вот. Я просто пошла таксовать. Да. Я постриглась на лысо, пошла таксовать и читать трансерфинг реальности. Наверное, это был один из самых первых таких переломных моментов в моей жизни, когда это произошло. А почему все рухнуло? То есть закрылась компания, в которой вы работали? Нет, компания не закрылась. Просто так вышло, что я была управляющей дополнительного офиса банка и выдала кредит человеку, который его не стал возвращать. И, в общем-то, на меня стали оказывать давление. Руководитель банка говорил о том, что мы тебе доверили, а ты так вот поступаешь. И реально я вот чувствовала даже какую-то тогда и за это ответственность и вину. И действительно, я думала, что я подвела людей и так далее. То есть, чувствовала какую-то вину за это все на тот момент. кредит так и не вернул этот человек. Ну, по крайней мере, до того времени, пока я там работала, я даже когда уже ушла, потому что на меня завели уголовное дело. и это была статья «Мошенничество в особо крупных размерах». Да. Вот. И какое-то время это все распутывалось, какое-то время это все расследовалось, пока не закрыли все эти дела за отсутствие состава преступления. А с чем было связано то, что вы побрелись на лысо? Я просто с себя всю старую информацию как будто бы сбросила. Уже на тот момент у вас были какие-то, ну, скажем так... Ассоциации с этим? Да. То есть, или вот знания эзотерические, знания энергии. То есть, на тот момент уже было ощущение того, что вот есть энергия, как взаимодействовать с пространством. Такие знания уже тогда были или нет? Ну, на тот момент знаний у меня как таковых не было, но у меня какая-то глубинная интуиция всегда была. И определенных знаний больших у меня не было на тот момент. Но было как бы предчувствие такое. Ну вот, например, просто однажды мне было 29 лет, когда это... Я просто проснулась утром и прочитала то, что было записано моей рукой. И я могу это... Я помню это до сих пор. Кто создал нас такими, что мы есть? Кто дал нам разум, чтобы познать свою ничтожность? Кто замешал нас трусость и жестокость? Кто спросит с нас за то, что мы творим? Да неужели было б неразумнее вселить в нас более достойные начала, чтобы наша совесть дико не кричала, да чтоб не стыдно было в этом мире жить? Своё ничтожество мы проявляем в том, что мы не познаём своей души, а те черты, что были хороши, замазываем грязной, чёрной глиной, и жизнь нам кажется пустой и очень длинной, и с этим грузом нам по ней идти. Но почему же каждый человек не сбросит синтетическую плёнку? Ведь так доступно каждому ребёнку родник от грязной лужи отличить. А мы, всё в этой суете вращаясь, и пищей сей, отравленной питаясь, никак не можем до того дойти, что изменение возможно лишь тогда, когда убогость та исчезнет в мыслях наших, и разум наш придёт к согласию души. Когда я проснулась утром и прочитала вот это, я почувствовала, что это как будто бы какая-то связь с чем-то высшим. Она присутствует. Это было написано моей рукой, без единой помарки. И меня это очень поддержало и вдохновило на тот момент. Ну и, собственно говоря, такие вот как вспышки, проблески, они были на протяжении моей жизни. в какую-то уже такую ясную дорогу, полосу они превратились позже. Но на тот момент это просто была одна из ярких вспышек тогда, когда мне было 29 лет. А накануне, когда я ночью это написала, да, вот, а накануне я ложилась спать и я вышла на балкон в своем многоэтажном доме, по-моему, на 10-м даже этаже, я уже так точно даже и не помню, еще и на пригорке этот дом. И я смотрю вниз и почему-то вижу вот эти вот антенны, которые на пятиэтажных домах там ниже стоят. И мне почему-то такое ощущение, что вообще какое-то кладбище, что-то ну такое вот тяжелое. Зачем я здесь? Для чего я нахожусь? Почему я нахожусь среди всего этого? То есть, ну вот такое вот было, а настолько было внутри, тяжело, непросто, да, вот в тот момент. И я тогда спросила, зачем я здесь? Для чего мне все это? И вот как вот такая вот яркая вспышка, как некая поддержка была вот эта стихотворение, которое я записала и которое запомнила на всю свою оставшуюся жизнь. Ну вот так меня вели постепенно. Мне хочется знаете, более понять момент, когда вы познакомились с энергией, вот с этими знаниями, когда вы стали проводником для себя, нашли этот путь души, и затем к вам пришло осознание того, что вы можете помогать и другим. То есть, кто, возможно, были ваши учителя, либо люди, которые вам помогали прийти к тому, что вот есть на сегодняшний день? Да, скорее, наверное, люди, которые помогали прийти, потому что вот прям таких учителей и учителей, но я их и считаю учителями, потому что каких-то вот кумиров таких, да, у меня никогда не было. Но были люди, которых я очень уважала внутри и хотела не то, чтобы быть, как они или быть на них похожи, но мне очень хотелось чувствовать, что я тоже на что-то способна. Понимаешь? Вот. Наверное, это очень важно было. И про первого моего такого учителя, можно сказать, я уже упомянула, которая из Хабаровска, вот Щенина Ольга, она потрясающий совершенно мастер, который интуитивный, чуткий, мудрый человек. И вот именно она вот этот вот заряд мне дала тогда, в 2006 году, когда это произошло. А потом уже дальше, дальше на протяжении моей какой-то вот жизни от 2006 года до того времени, когда я сама стала проводить расстановки, а это уже сама стала проводить только уже в 2011 году. Получается, что прошло пять лет с тех пор. Пять лет. Вот в течение этих пяти лет я познакомилась более глубоко и с православием, и познакомилась ну прям так, что я жила в монастыре какое-то время даже. Да, я познакомилась и с суфизмом, то есть у меня есть суфийское посвящение. Вот. И, конечно же, я очень много уделяла внимания изучению расстановок с точки зрения, как вот смотрела видео с Бертом Хеллингером, смотрела с его учениками, училась и на практических каких-то занятиях приходила просто и все время приходила заместителем, пропуская через себя огромное количество энергий и как будто бы нарабатывая какой-то свой поток, как будто бы все больше и больше укрепляясь в нем, ну в своей чувствительности. Вокруг меня образовались образовалось такое сообщество подруг, которые все учились у кого-то, у Хеллингера, у Бурняшева, там немцев, французов, ну и все и на данный момент имеют дипломы. Вот. А я так нигде и не училась официально. У меня нет никакого диплома на эту тему. Ни одного диплома нет по психологии. У меня только диплом есть по экономики. Вот. Но когда я пошла учиться на психолога, у меня был такой момент, когда я пошла учиться на психолога, мне неинтересно было, потому что это было не то, чего я хотела. И вообще во многие какие-то школы, когда я приходила, смотрела, я понимала, что это не то, что мне нужно. и у меня хватало внутренней какой-то смелости, что ли. Я не знаю, чего-то хватало, что, ну вот, несущественное мне не нужно. Это не мое. Оно может быть и существенное, но не для меня. И я шла дальше. И постепенно, постепенно, вот, каким-то, по какому-то наитию я представление внутреннее свое о том, как это может быть вот общение с людьми, что там самое главное, к чему вообще нужно стремиться. Я постепенно к этому выкристаллизовываясь подходила на собственном опыте. Вот. И в итоге оказалось, что это работа с душой человека, это соединение человека с его сутью, с его дарами, вера в себя. То есть вот эти вот вещи. Поток, который мы называем любовью, вот тот, в который я и пошла вместо смерти, то, о чем я сказала, вот эти два пути у меня было или в любовь, или в смерть. Этот поток, он и вывел меня на мой путь. Дхарма, наверное, что ли, так будем говорить. Анна, вы сказали такое интересное слово относительно того, что смелость. Да. Я проявила смелость, и это очень подходящее слово к этому, потому что вы так легко и открыто говорите о том, что у меня нет какого-то образования, определенного, скажем так, диплома, вот этих сертификатов, бумажек, не боясь, потому что у нас в социуме есть некая такая, скажем, категоричность относительно того, что для того, чтобы тебе работать с людьми, либо же в принципе делать что-либо, тебе нужна бумажка, где написано «ты имеешь право это делать», которая выдана кем-то. «Да, да, я в курсе». А здесь получается, что вы просто говорите о том, что у меня этого нет, но у меня есть другое. Но мне это не мешает. Да. Но мне это не мешает. И вот именно, что ну тут много разных моментов. Во-первых, то, что у меня этого нет, меня это не ограничивает в том, чтобы там так неправильно поставить ногу, не туда пойти, что-то там сделать какой-то шаг, а убояться каких-то там энергий или чего-то еще. У меня этого нету. И даже многие, когда люди, видящие там и такие мастера достаточно чувствующие, они приходили, допустим, видели, как я работаю и говорили, а какую-то защиту используешь? А я говорю, а как ты думаешь, какую я защиту использую? Вообще-то говорит, я ничего не заметила. Так а ничего и нет. Ну, любовь, она сама является защитой. Знающее поле, которое происходит из вот этой любви и чистых помыслов человека, оно способно себя защитить, как ничто другое. Никакая святая вода и заговоры всякие разные этому не помогут, так как вот эта смелость, любовь и чистота помыслов, честность, всё и вся защита. Такое красивое название «Знающее поле». Да. А что для вас это? Что такое «Знающее поле»? Я просто первый раз услышала это именно от вас, и оно мне так срезонировало «Знающее поле». Что это такое? Ну, да. Ну, вообще «Знающее поле» это термин из расстановок по Берту Хеллингеру, и когда он его использовал в своих книгах и в повествованиях. «Знающее поле» это поле, в котором происходит какая-то работа энергетическая, ну, допустим, практика движения души, потому что расстановки ещё называются практика движения души. и разворачивается какая-то удивительная история в этом знающем поле, потому что все люди, которые находятся в этом поле, они как бы чем-то объединены, они как будто бы само «Знающее поле» из намерений, из энергий этих людей соткано. к этому знающему полю у меня такое ощущение, что подключаются и высшие учителя духовные, и ангелы-хранители, и родовые системы каждого человека. И происходит какое-то большое чудо в этом поле. Происходит какое-то большое чудо, откуда уже человек выходит другим. и то, что происходило вот в этом поле, какое-то чудо, какой-то магический театр, не знаю, как угодно это можно назвать, но на самом деле это просто какая-то честная и глубокая работа, где человек что-то осознал, что-то прочувствовал и от чего-то освободился. и вот он вышел уже другим. И если он это поддерживает в дальнейшем состояние, то изменения в его жизни происходят мгновенно, очень быстро. Если его ум попадает в ту же самую среду и начинает сопротивляться, изменения все равно происходят, но только медленнее или даже может быть иногда, сильные и большие сопротивления, то даже человек может заболеть из-за этого, если сильно сопротивляется. То есть настолько сильная работа происходит в поле. Само по себе вот это знающее поле это как бы феномен некий. И сам метод расстановок называется феноменологический. И объяснение этому феномену научное есть. Это морфогенетические поля, которые работают определенным образом, и в принципе это все можно как-то объяснить. Но я никогда не вдавалась в эти научные объяснения, потому что я видела, что это работает, и мне этого было вполне достаточно. Ну, а кто хочет узнать, как это с точки зрения физики, там, да, или там квантовой физики, или чего-то еще, ну, пусть человек об этом почитает. А то есть само знающее поле, оно, его нужно сделать, то есть оно не присутствует вообще пространство. Вот, Настя, это интересный момент. Дело все в том, что чем больше я стала познавать какие-то вещи, я просто обнаружила, что это знающее поле как будто бы все больше и больше расширяется. И, наконец, я просто на данный момент понимаю, что знающее поле это вообще все, что есть. Вообще все, что есть. Просто когда мы, допустим, создаем какую-то группу людей, объединенных каким-то намерением, и это концентрация, просто усиливание, все этим объединены, и это просто происходит, потому что туда прям очень ярко посвятили какое-то количество людей своим вниманием, и это стало происходить. Понимаешь? Точно так же в жизни все есть знающее поле. И если мы, например, во что-то идем и светим туда своим вниманием, и разбираемся с чем-то, то знающее поле очень становится проявленным, помогает нам какие-то вещи увидеть, осознать, разрулить. ну вот так это происходит по моим ощущениям, как я сейчас это чувствую. Почему выбрали именно этот инструмент расстановок по Хеллингеру? Из всех возможных работ с энергиями, с подсознанием, с сознанием человека? Почему именно он? Ну, во-первых, потому что мне самой это помогло. Какой запрос у вас был, когда вы пришли? С Ольгой в иконке в тот момент пришли с запросом, не на обучение, а у вас был запрос. да, я, конечно же, пришла с запросом, и запрос этот был о том, что как остановить смерть в нашем роду, ну, то есть раннюю смерть, потому что очень много близких моих людей, они уходили в раннем возрасте из жизни, и что вообще происходит, что влияет на это. И есть такая программа, но она во многих родах включилась когда-то. Программа самоуничтожения, вот, когда, например, там, мужчины в России очень многие беспробудно пьют, да, более молодое поколение стало употреблять допустим наркотики, да, и это программа самоуничтожения, либо люди совершенно как-то вот от жизни отгораживаются и уходят в какие-то игровые зависимости, как вот было с моим братом, например, и который в конечном итоге покончил жизнь самоубийством, потому что был должен, там, и так далее. Да, вот так это произошло в моем роду. и алкоголь имел место быть у моих родителей в очень сильной степени, и это тоже повлияло на их ранний уход из жизни. И поэтому вот эти вот программы все, да, то есть я пришла с запросом что происходит и было сказано, что это программа самоуничтожения, ну то есть явно это стало из этой работы. И выход был такой, что вот всему тому, что было когда-то, да, в судьбах моих близких людей, моего рода, отдать дань такого вот почтения глубочайшего с поклоном, который освобождает, поклон очень освобождающая такая практика, и развернуться в свою жизнь, ну, в какую-то новую жизнь свою, где уже не выживать, а жить и идти уже в другую сторону, вот не в это прошлое, не в эти прошлые воронки, которые могли как-то закрутить в себя, да, вот, ну, собственно говоря, так оно и произошло, в этой работе именно так и произошло, после этого поклона, как будто бы такая вот прям была черта, когда мы это все оставили с сыном и развернулись в свою жизнь, и правда, мы в этом же году, в 2006-м, улетели в другой город за 8000 километров в Санкт-Петербург и начали все совершенно с чистого листа, вся жизнь изменилась, и только уже в Санкт-Петербурге я начала постепенно, постепенно раскрывать свое предназначение, дар свой, и сначала у меня не было этому большого доверия, и знаний не было никаких, но постепенно все пришло. И опять же, это происходило с помощью других людей, приходили новые люди, которые помогали вам, указывали какие-то моменты и помогали раскрываться. Ты знаешь, выезд, литература может быть какая-то, и литература, естественно, и видео, и в первую очередь, конечно же, люди, которые были вокруг меня, но понимаешь, Настя, тут дело в том, что когда душа ведет тебя, она тебя и с нужными людьми познакомит, смотря какое намерение внутри. Вот у меня было очень сильное намерение, которое звучало таким образом, я хочу узнать, какая я, кто я, кто я на самом деле, по-настоящему, потому что я настолько хорошо это забыла, что вспомнить было непросто. И вот постепенно, потихонечку стала вспоминать. мы говорили еще о том, ну вот, относительно смелости. Я вспомнила момент, когда мы с вами общались, и сказали, что был момент, когда даже ваш сын говорил нам, мама, что ты делаешь, зачем ты оставляешь работу, найди нормальную работу, давай работать, и не занимайся вот, ну, делами вот такими, то есть, что вообще происходит, есть обычная жизнь, то есть, как не пойти на поводу вроде бы таких близких людей, которые делают это исключительно с заботой, понимая, что есть что-то неизведанное, другое, и опасаясь того, что это может как-то навредить близкому человеку. Что помогло вам не остановиться и идти просто вот за зовом души, то есть, в этот момент? Даже я не знаю, вот как однозначно ответить на этот вопрос, потому что было очень на самом деле страшно. Неизвестность полная, поддержки в какой-то момент не было вообще никакой. Ты понимаешь, что ты вообще один, куда ты идешь, ты не знаешь, и как там будет, ты не имеешь ни малейшего понятия, но что-то внутри ведет, и ты понимаешь, что вот тебе туда надо, вот надо туда и все. И как будет, и что будет, но будет точно лучше, чем сидеть, и у меня был этот опыт, главным бухгалтером в красивом кожаном кресле с привязанными к нему крыльями, понимаешь, это такая нечестность по отношению к себе и такое уничтожение своей сути, что я больше так не могла себя обманывать. И как только я об этом вспоминала, и тебе за это платят хорошие деньги, и потом даже еще ты можешь вообще работать дома, только работай с нами. Вот, ну, нет. В какой-то момент просто вот все это хватило смелости оставить, чтобы уйти в полную неизвестность. И да, вначале было непросто, и были такие моменты, когда не было денег, и я тогда работала няней, с детишками сидела, с маленькими, и я продавала на сенном рынке хлеб, бездрожжевой. То есть у меня были разные опыты, но мне очень не хотелось возвращаться опять вот в эту всю историю. Ну, и вместе с тем дальше продолжала изучать то, что мне интересно. ну и вот такой результат. С помощью расстановок после того, как вы решили ваш запрос с родом, то, что длилось за несколько поколений именно в вашей семье, какие еще моменты вам помогли действительно, ну вот повлияли на вашу существенно, благодаря расстановкам у вас изменилось что-то в этом мире? Да вообще, ты знаешь, на всю мою жизнь это повлияло. Ну, было очень много непонятного и неизвестного, опять же, повторюсь, потому что каждый раз, когда я заносила ногу, я не видела ступеньку, но я знала, что она там есть. Вот так, понимаешь, примерно. Вот ты просто идешь и как будто бы ты не видишь, да, оно как будто бы скрыто, то ли как в тумане, то ли как будто бы оно вот чем-то сверху припорошено, но ты знаешь, что ты там не провалишься, что все нормально, что там есть на что опереться. Потому что что-то глубокое, настоящее ведет тебя и поддерживает. И даже если сомневаешься, все равно идешь. вот так, понимаешь. В одной из расстановок, именно с Пашей, когда мы с вами встретились, совместно, что провести для снятия фильма, вы сказали такую интересную вещь, что вы уже состоялись как мастер во многих сферах своей жизни, и теперь вам хочется состояться как женщина, как любящая, любимая проявить это. Да. на сегодняшний день у вас есть любимый человек? Нет. Ну, если брать мужчину, да, нет. В настоящий момент у меня нет мужчины такого вот, с которым я могла бы разделить дальше свой путь. Пока нет. А вы могли бы поделиться, то есть, как вы считаете, почему вот сейчас в данный момент это не время или у вас нет такого запроса, то есть, вот мне бы хотелось узнать немного подробнее вот именно про эту сферу. Почему этого нет? Да. Я могу сказать, почему этого нет. Я сама была, признаться, очень сильно удивлена, почему это не происходит в моей жизни, но в какой-то момент в 2014 году это произошло, на тот момент я рассталась со своим мужчиной, с которым была в отношениях, какое-то время, три года мы с ним были вместе, и мне было, наверное, настолько больно в тот момент, что я решила, что я пока вот в это идти больше не готова. и взяла курс на то, чтобы развивать своего, прокачивать, будем так говорить, своего внутреннего мастера. И я очень много в это вложила своей энергии, и очень много вложила в это своих сил и внимания. И у меня это хорошо получилось, очень хорошо получилось. Но я забыла свою женщину, я забыла, какая она нежная, любящая, трепетная, что вот она внутри меня есть, понимаешь? и по большому счету вот самый такой сильный наверное толчок к этому произошел не так давно. в конце 2019 года это было прям мощно так сильно мною осознанно, что те намерения, которые я составляла раньше, они были в основном про то, чтобы помогать другим людям, чтобы значит раскрывать потенциал, исцелять души и так далее, но там нигде не было меня в этих намерениях, и там не было женщины, понимаешь? И как только я в конце вот 2019 года создала свое намерение про то, что я проявляю свою женскую суть в счастливых отношениях, в моей жизни стало много меняться, по сути вот эта вот работа сама по себе такая довольно-таки трудоемкая, в которую нужно вкладывать очень много внимания, где нужно отдавать прям себя, ну практически всю, она ушла из моей жизни сейчас, я не провожу сейчас расстановки, я работаю с людьми индивидуально, оффлайн, онлайн, и возможно сейчас вот с вашим проектом это будут какие-то более такие массовые выступления, но я больше не уделяю столько времени своей работе, сколько я уделяла раньше, и я заметила, что когда я вспомнила, что за 9 лет своей жизни с 2011 по 2020 год, я честно, вот так вот, по-настоящему, чтобы не думать о работе, чтобы не быть на связи с организаторами, с какими-то там обязательствами своими, со своими клиентами, у меня такого не было, но то, что произошло вот как раз в эти времена коронавируса, да, то, что вот карантин настолько повлиял на то, чтобы вот все остановилось, отменились ретриты, там, да, отменились какие-то планы, которые у меня там были на будущее, но еще один очень важный момент был, когда 28 марта 2020 была игра Лила с Амкаром, с Амкаром, и эта Лила была еще и с нашими высшими проводниками, с гидами, то есть там Ченнеллер, Ксения была на связи, и вот эта вот игра, она по сути подтвердила то, что мне нужно просто это все оставить, мне было очень страшно, Настя, правда, потому что я занималась этим 9 лет, вот так прям, ну, по-честному, да, и огромное количество людей прошло через меня за это время. Колоссальный опыт. Колоссальный опыт. И как быть без этого, как жить с чем, как, кто будет меня обеспечивать, я привыкла все это делать сама, да, мне было очень непонятно и страшно, но послание высших было как раз в том, что хватит стоять по коленам в воде и переводить людей с одного берега на другой, пора взойти на корабль, хватит ставить себя на последнее место, пора вспомнить, кто ты на самом деле. и вот это вот кто ты на самом деле, это в первую очередь я женщина, женщина. И вот этот красивый такой чистый нежный вайб женственности, он вот проступил наружу. Не то, чтобы его во мне не было, конечно же он был. И в работе моей он очень сильно просматривался. И очень сильная материнская какая-то энергия в этом во всем была. И людей именно она привлекала, потому что они приходили и в поле любви и теплоты и доверия легче исцелять свои травмы, чем в каком-то другом более стрессовых каких-то условиях. Понимаешь? но это все проявлялось не по отношению к себе, это все проявлялось по отношению к другим в большей степени. И поэтому, когда я остановилась в марте 2020 года и два месяца я не проводила ничего, ни одной консультации, ни одной расстановки, я просто познавала себя и вспоминала, какая же я на самом деле есть женщина, именно женщина. И на данный момент для меня это, наверное, самое дорогое сейчас пока исследование, самое ценное, какое только может быть. И да, я стала себя ставить на первое место. И бывает, просто сталкиваюсь именно с тем, что вы что, мастеров, которые делают действительно такие трансформационные вещи с другими людьми, скрывают их, помогают им преодолеть очень многие моменты, действительно меняют жизнь, меняют сознание людей, что очень важно. Почему-то в их жизни определенные вещи, определенные сферы, они как будто под замочком. Конечно, не то чтобы под замочком, но они как будто бы не освещаются, потому что не дается туда столько энергии и внимания. Получается, что это всецело просто на работу с людьми, просто вклад в них, не в себя. То есть ваши сферы определенные, они были просто не освещены настолько сильной энергией, как каждый человек, который к вам приходил. Ты знаешь, тут, наверное, несколько моментов, но это один из самых главных. и я наверное его и на нем бы и остановилась. Это самый главный момент. Потому что есть много других. Просто иногда, знаете, бывает, как говорят, что как может, к примеру, мастер советовать что-то относительно отношений, если у него нет отношений. Либо же в определенных аспектах, когда эта сфера у него не развита. то есть вот таким как сапожник без сапог, ну условно, когда говорят такие вещи. И на самом деле тоже так очень долгое время считала, но время практики с многими людьми я поняла, что дело на самом деле не столько в этом, сколько в самом взаимодействии, энергии и опять же знающем поле, которое создает мастер. Ну тут еще понимаешь, какое дело? Я не была обижена отношениями в своей жизни, у меня их было много, у меня было два брака, у меня есть прекрасный сын. То есть я реализовалась как вот женщина в разных каких-то там аспектах много раз, да, и единственное, что я обнаружила, и опять же не так давно, и это честно, что я собой-то в этих отношениях никогда не была. Я была либо обуславливалась очень сильно тем человеком, с которым я была вместе, либо доминировала, понимаешь? и вот какой-то такой своей естественной любви вот этой, да, она, конечно, проявлялась эпизодически, да, но вот в полном своём естестве проявления её не было, я не знала, как это. И, конечно же, для того, чтобы это осуществилось, нужно это вспомнить, нужно уделить этому время, нужно в себе в самой это открыть, узнать, почувствовать. Понимаешь? Возможно, потому что, я понимаю, о чём вы говорите, возможно, потому что у меня сейчас на это нацелено внимание, но я встречаю очень много похожих историй, когда женщина, она просто забыла, что такое «я в отношениях», как это быть в отношениях с человеком, с партнёром, которого ты любишь, и просто эту сферу ничем не наделяет. Она живёт в себе в принципе счастливо, всё прекрасно, но эта сфера как будто бы для неё закрыта. То есть, что помогло именно вам, как мы можем помочь тем людям, не то чтобы помочь даже, а более раскрыть для них вот этот вопрос, чтобы они заглянули внутрь себя и нашли возможно дорогу к вот этому раскрытию отношений. То есть, как это у вас произошло? В какой момент, кроме того, что вы женщина, вам хочется почувствовать себя любящей, хочется просто проявиться, как это у вас произошло именно касательно отношений? То есть, в момент, когда я мастер и затем осознание, что я и женщина, и не просто женщина, а женщина, которая хочет быть любима именно в отношениях, не боясь быть собой. это же так естественно для нас, для женщин. Но так же, как и для мужчин. Женщина, она по-настоящему проявит свою суть женскую, свое естество может только рядом с мужчиной, так же, как и мужчина может проявить свое мужское естество в женском поле. Понимаешь? Поэтому вот эту вот дву... Мы поэтому разнополые, мы поэтому так тяготеем друг к другу, потому что это естественно, так задумано природой, Богом, который создал Адама, Еву, мужчину, женщину, то есть все вот это по этому происходит. Единственное, что, конечно же, женщине нужно вспомнить о том, какое качество, самое главное ей в этот мир нужно транслировать, чтобы вообще в мире прекратились войны, чтобы мужчины почувствовали, что они творцы и что они способны созидать этот мир, а не разрушать его. Женщине нужно вспомнить о том, что ее самая главная задача любить и проявлять эту любовь в мир из своего сердца. «Вот у меня есть прекрасная возможность сейчас это делать». И отношения, конечно же, все отношения начинаются с отношений с собой. Все отношения. И как ты относишься к себе, насколько ты себя ценишь, насколько ты чувствуешь себя, насколько ты честен с собой. Вот от этого зависит отношение со всеми другими людьми. И с партнерами, и с детьми, и с родителями, и со всем миром. Понимаешь? Так это происходит. Приветствую тебя, дорогой друг. Меня зовут Климантова Анна. Я обладаю природным даром чувствительности других людей и владею целительными энергопрактиками. Я вместе с командой Школы Тайны Жизни приглашаю тебя на удивительный курс, который называется Архитектор новой реальности. Старая реальность сейчас рушится, а новая как будто бы только-только создается. И создавать ее будем мы. И мы сами являемся архитекторами этой реальности. Для того, чтобы четко понять, на основании чего эта реальность строится, мы будем основываться на честности и на своих ценностях. Я приглашаю тебя на этот курс. Ссылка находится в описании. 9 лет опыта. За эти 9 лет какие возможно самые не то чтобы сказать трудные ситуации, с которыми к вам приходили за помощью запросами, а такие кардинально меняющие, то есть что вы ощущали в поле, что сейчас происходит что-то не такое типичное, что происходит обычно. И возможно по отзывам людей, как менялась их жизнь, что действительно от вас впечатлило по вашему опыту. Ну на самом деле каждая судьба, каждый опыт это что-то уникальное. Причем я никогда не хожу и не смотрю потом, что там с людьми происходило. Но я сделала свою работу, да и все. Как-то так. Но вот это всегда какое-то искреннее восхищение, это чудо, когда ты видишь глаза человека, когда что-то действительно внутри произошло, да, и это ни с чем не перепутать, когда через глаза прям светится душа. Это ни с чем не перепутать. И это всегда большое приветствие каждый раз за все 9 лет. но конечно же есть какие-то там яркие такие прям моменты, которые вау, там вообще потрясают. Ну например, вот у меня есть такая пара, такая у нас love story произошла. Они сейчас живут в Англии, Алиса и Миша, и у них малыш прекрасный. Ярик вот они познакомились у меня на крыльце, где проходили расстановки на Пангане в 2016-2015 году, я точно сейчас не помню, но вот в 2015 году и она сделала расстановку на то, чтобы в ее жизни были здоровые отношения. А нет, она как раз, у нее был запрос по поводу того, чтобы стать женой, мамой, да, и доброй подругой, да, для своего партнера. А у него, у Миши был запрос на здоровые отношения. И было две расстановки в тот день, ну, даже было и три, но вот их расстановки две точно. И после этих расстановок я увидела, как Миша дает Алисе руку и говорит, ну что, будем учиться доверять? И она положила руку ему в руку и сказала, уже доверила? И вот сейчас у них прекрасная семья, и они живут в Англии, и все прекрасно. А могут ли расстановки, исходя из вашей практики, сказывать какое-то влияние на здоровье человека? То есть были ли какие-то моменты, когда как-то происходило, что человек стрелялся физически? Постоянно, да, конечно, да, такое происходит. Естественно, и у людей уходят и панические атаки, и уходят какие-то фобии, и физические высыпания, какие-то там псориазы, то есть какие-то органы, если они, конечно, не совсем сильно поражают, не последняя стадия, то это все происходит, конечно, да. Получится, что часть заболеваний были просто психосематические, на уровне стресса, возможно, или каких-то переживаний, дискомфорта, по-разному по-разному бывает, очень много разных источников, но очень много, почему вот Хеллингер так много рассматривал род, потому что многие вещи, они из рода идут, понимаешь, вот, и, как говорят, вот, ну, заболевания, например, какие-то наследственные, да, а так от них можно очень легко освободиться, то есть в работе, если мы находим какую-то причину, и даже если не конкретную причину, но если у человека достаточно намерения освободиться от этого, да, и он знает, как он хочет себя чувствовать вместо этого, да, ну, какого-то негативного переживания, заболевания и так далее, как он хочет себя чувствовать, у него есть на это прекрасная возможность, чтобы это сделать. На самом деле это такой удивительный феномен, потому что получается, что любая сфера, где человек недоволен своей жизнью, где его что-то не устраивает, он испытывает какой-то дискомфорт или негативные эмоции, они по факту так или иначе связаны с каким-то убеждением, которое на бессонтательном уровне у него заложено. Ну да. И это проекция просто его реальности. Он думает, что так и есть, но если с этим запросом зайти в расстановки, можно найти суть. Знаешь, вот я бы сейчас не стала так много внимания концентрировать в расстановках, потому что по моим ощущениям это всё-таки уже моё прошлое. Я очень добросовестно и честно отслужила этому всему и сейчас я не хотела бы больше, ну как говорится, в будущее это перекладывать, потому что я знаю, опять же, как я уже упоминала сегодня, что знающее поле это всё вокруг, понимаешь, и вся наша жизнь это просто огромная большая расстановка. Если к этому подходить так и если людям дать какие-то инструменты, которые я использовала в практике расстановок, человек точно так же может это осознать. Не заходя в этот процесс уже проще. Конечно, он этот процесс может провести индивидуально для себя. почему я как раз сейчас и решила выйти на более обширную аудиторию и помогать каждому человеку, кто будет, допустим, участвовать, присутствовать, чтобы самостоятельно можно было это сделать. Давать инструмент. Взаимодействие со своим знающим полем, со своей жизнью. Что будет дальше, я не знаю. Я меняюсь всё время. Меняется всё, меняется, Настя. Посмотри, что происходит вообще. Кто-нибудь сказал бы ещё в январе о том, как будет сейчас, я бы не поверила. Мне бы сказали там, да, ты будешь жить в стране твоей мечты без срочного сколько хочешь, без всяких виз, да. Вот. И тебе не нужно будет думать о том, что у тебя там группы, расстановки и всё такое прочее, и ты будешь всё равно прекрасно жить, несмотря ни на что, и будешь счастливее, чем когда-либо. Я бы сказала, да вы, ребята, что-то перепутали. Анна, скажите, что мы могли бы сейчас посоветовать нашим зрителям, дать, возможно, какую-то практику, которая поможет им немного переосмыслить их жизненный путь на сегодняшний момент. Возможно, кто-то находится в такой ситуации, в которой вы находились несколько лет назад. Возможно, кто-то в похожей, кто-то находится с вопросом о предназначении, любви, с различными вообще моментами, но основное это всё же прийти к себе. То есть в основе любого запроса идёт именно с душой. Ну, конечно. Ну, да. Что мы можем дать сейчас такого полезного, возможно, и в идеале практику какую-то, чтобы наши зрители могли её проделать и получить какой-то инсайд для себя? Пусть это будет часть из того задания, которое будет и на курсе. Кстати говоря, вот курс выходит 20 июля. архитектор новой реальности, где будет много всего, я думаю, интересного и практик различных. И вот одна из этих практик работа с ценностями, со своими ценностями. Не с теми ценностями, которые там впаривали другие, не с теми, которые там когда-то нам говорили, что вот ум, честь и совесть нашей эпохи, партия, да, ум, честь и совесть. Ну, короче говоря, ценности наши, которые принадлежат конкретно вот каждому, ну, каждой душе. Какие-то твои ценности, мои ценности. И самое, что интересно, когда я стала просто вот эти вот вещи вспоминать, какие же мои ценности, а во что я сама верю. То есть это для того, чтобы человек вспомнил, во что сам он верит. Не в какие-то конкретные религии, не в каких-то там других гуру, мастеров там и другие опыты, а что для него по-настоящему является ценным на данный момент времени. И вот какие это ценности. И вот для этого нужно взять тетрадь ну или листочек бумаги, карандаш и выписать. Какие ценности, допустим, вот для тебя, Настя, какие ценности, вот две хотя бы, назови, в этой жизни, в принципе, сейчас, на данный момент, в который ты веришь и который тебе хотелось бы возродить и видеть в своей жизни. Ценность. Ну, меня сразу отвлекает ценность относительно здоровья, то есть... Здоровье. Здоровье как ценность. и тёплое социальное отношение, то есть это хорошее отношение в команде, в семье. Отношения. Да, отношения. Ну вот смотри, здоровье, да, например. Я почему говорю, ну, на примере на каком-то мы это разберём, потому что вот что для тебя хорошее здоровье? Это хорошее психологическое и физическое самочувствие. То есть, что я всегда себя ощущаю хорошо, у меня нет никаких колебаний эмоциональных и моё тело всегда, оно поддерживает любой мой вид деятельности. То есть, оно всегда заряжено, всегда бодрое, всегда всего мне достаточно. Точно? Так разве может быть? Но у меня это происходит... Вот это смотри, я просто почему об этом говорю, что это работа. Это определённого рода работа. Да. И этому нужно посвятить действительно время. Раскрутить вот это, да? Чтобы по-честному в это погрузиться. Почему я говорю, что нужно взять ручку и бумагу, потому что когда начинаешь писать по-честному, один на один с собой и смотришь, что для тебя такое ценности твои, которые ты вот назвал, да, что вот для меня вот эта ценность, вот эта ценность, допустим, и начинаешь когда записывать, расписывать, ты как будто бы в какую-то многомерность тогда погружаешься. Ты можешь действительно прочувствовать, почему эта ценность твоя, понимаешь? Не просто назвать, я верю в любовь, там, да, вот любовь это вот моя ценность, да, что для тебя любовь, что для меня любовь, вот для Серёжи любовь, что это? Для каждого из нас это будет разное понимание. И мы вот верим, исходя из этого вот своего какого-то глубинного внутреннего понимания в это, потому что это какая-то очень красивая история, каждый раз развивается, когда мы даём себе возможность увидеть, что это такое. Вот мы сегодня беседовали, да, и ты меня спросила, когда ну почему вот у вас в настоящий момент, например, нету отношений с мужчиной, да, я честно сказала, потому что я туда, вот в это место не уделяла достаточно внимания, я не светила туда своим внутренним прожектором, да, ну поскольку там я вообще проектором являюсь, да, но у меня как-то не было очень долгое время, я была в других совершенно процессах. Также и когда стало светить, сейчас всё очень сильно меняется и очень красиво это разворачивается, но также точно я увидела очень много ценностей там, я почувствовала, какая моя женственность, потому что ведь сначала же её в себе нужно прочувствовать, чтобы её мог прочувствовать кто-то другой, понимаешь? и так же здесь здоровье твоё, да, вот ты сейчас сказала набор таких правильных хороших фраз, очень правильные хорошие фразы, Настя, но в них нету как будто бы энергии, понимаешь? А вот когда ты отвечаешь сама себе и пишешь что для тебя это такое, погружаешься в это более глубоко многомерно, уделяешь этому достаточно внимания, чтобы это как бы развить, выкристаллизовать, увидеть, как оно распускается под твоим вниманием, тогда это совершенно по-другому. И тогда действительно ты как будто вспоминаешь во что ты веришь, по-настоящему. По-настоящему, да. И вот эти вот вещи, которые мы по-настоящему верим, их еще вспомнить надо. Получается, что те фразы, которые выдаются якобы первыми, у меня просто сейчас такое сложилось ощущение, если в них нет достаточной энергии, то получится, что они где-то услышаны или просто навязаны социумом. Получается, что как будто бы это не наше, как будто оно не изнутри идет, а из головы. то есть оно поднимается не отсюда, а рациональным умом, то есть логически объясняется. Ну, это же логично, для чего здоровье? Ну, да, есть. Потому что для того, чтобы ответить на это, почему я говорю, вот практика, домашнее задание, этому нужно посвятить какое-то время, этому нужно уделить достойное внимание, потому что это то, что касается нас, наших именно ценностей. Если нам вешают морковку перед носом каждый раз и мы за ней стремимся, да, ну, во всем мире это практикуется, и многие люди так живут, для них как-то на обложках эти ценности как будто вывешивают в бутиках, еще как-то приманивают, да, но это не наши ценности, ну, это кто-то придумал для того, чтобы пожинать урожай денег, вот и все. А какие наши ценности? И когда человек забывает о своих ценностях, он ослаблен, он не может быть сильным тогда. Им легко руководить, потому что ценности социума. Конечно, потому что он не знает, на чем ему стоять, как ему быть крепким, как ему быть выстроенным внутренне. Вы что верите? Да, он становится очень слабый и хрупкий, даже если у него там огромное количество денег, там, не знаю, домов, недвижимости, всего чего угодно. Но если у него нет каких-то своих внутренних ценностей, ну, и как тогда, если у него все это в какой-то момент исчезнет? поэтому очень многие люди, которые, например, лишались там богатства, состояния, просто стрелялись, там, не знаю, уходили из жизни каким-то другим там способом, ну, то есть таких много очень, потому что настолько это, или же просто полностью перерождались, уезжая в какую-нибудь там Индию, где? А обязательно уезжать куда-то. Можно ли переродиться, ну, находясь, скажем так, в мегаполисе? То есть есть же люди, у которых нет возможности, потому что у нас часто на самом деле бывают комментарии, что вам легко, потому что вы на Бали, или кто-то куда-то уехал, или ну да, не в Непале. А если человек живет обычной жизнью, у него работа, семья, дом, и возможно ли перерождение в таких условиях? Я тебе скажу честно, как человек, который достаточное количество времени провел в мегаполисе, в мегаполисе это трудно. Нужно хотя бы выехать на природу, там гораздо легче это сделать. В мегаполисе да, непросто, потому что сама по себе окружающая среда, она имеет информационный заряд определенного характера. Но если хотя бы мы выезжаем на природу, или может быть где-то находим какой-то уголочек зеленый, свежий, уединенный в том же, допустим, не знаю, парке Горького или там в Таврическом саду в Питере или в Москве там в парке Горького, то уже вот это вот хотя бы уже хорошо. Понимаешь? Вот. И вот когда вот это вот есть какое-то соприкосновение, наблюдение зачем-то, просто даже сидение у ручейка, там, у воды, разжигание костра. Ну, хорошо, если даже у человека вот что-то сейчас прям произошло и он находится в квартире, можно зажечь свечу, можно зажечь благовоние, можно включить какую-то приятную, просто, просто приятную высоковибрационную музыку, не ту, которая будет очень, ну, такая... Давить, да, пространство. Давить, да, или будет резкая какая-то, а вот прям такую, более такую высокую, может быть, это коши или чаши или кто-то любит мантры, кто-то, кстати, не любит мантры, но любит другую какую-то очень высокую музыку. Классическая музыка, например, приятная, классическая, прекрасная музыка, флейта, да. Вот такие какие-то инструменты, и уже можно перестроиться в этот момент, уже можно перестроиться. Но чтобы вот хорошо себя укрепить, это, конечно, очень большая связь с природой. Лучше всего почувствовать живую природу. У нас есть такая возможность. Получается, что для задания нам нужен лист, ручка, тихая, уютная атмосфера, где мы можем быть в безопасном пространстве, просто открытость к листу бумаги. Да, свеча, благовоние, хорошая музыка и пожалуйста. И выписываем ценности абсолютно по всем сферам, то есть это просто поток, что для меня важны, мои ценности. Как показывает моя практика, то это самих по себе ценностей может быть не какой-то там вот огромный список, какое-то количество. Дай Бог расшифровать и ответить по-честному на те несколько, которые там человек допустим себе как-то вот выпишет. ну вот например для меня очень большой ценностью является свобода. Свобода. Понимаешь? И вот я понимаю, что это широта, что это проникновение во всё, это бесконечность, это поле для того, чтобы себя выражать. Свобода. Я даже как будто бы её запах чувствую. Понимаешь? Вот у неё даже есть какой-то, вот по моим ощущениям, даже есть какой-то свой запах. Вот свобода. Честность. Это когда ты просто всегда вот несмотря на то, что это может быть даже где-то тебе самому больно или неприятно, но ты увидишь что-то. Это прям такой вот чёткий такой прожектор. Всегда. честность, юмор. Потому что если без него, если быть очень серьёзным, то как вообще в этом мире, во всяком случае какие-то моменты, когда действительно судьбы у людей такие непростые, как вообще если не посмотреть на это с юмором, как выжить здесь. То есть вот это вот всё, понимаешь. И это какая-то юмор, это как будто бы, знаешь, такой момент, когда ты смотришь на это всё, то, что творится в этом знающем поле, немножко со стороны. и думаешь, вау, вот это что? И тут ты начинаешь просто видеть, понимать какие-то вещи, ты можешь посмеяться над многими вещами, над чем ты мог там париться, там сидеть, там как-то вот думать, вот слишком это всё усложнять. Ну вот какие-то такие вот ценности у каждого человека, они свои есть. Я сейчас просто описала образно, но у меня есть ценности мои, которые записаны именно словами чётко. Понимаешь? Это то, над чем стоит поразмышлять, то, что стоит прочувствовать, то, на что реально стоит обратить внимание, ведь это же твои ценности. а в курсе архитектора реальности там основные методы и инструменты, с которыми вы работаете, какие? Это будет прежде всего погружение какое-то в глубину, это будут медитации, это будут вот подобного рода задания, это будут ответы на вопросы людей, это будет и мой собственный какой-то опыт, которым я буду делиться с людьми. Ну, какие-то практики разные, которые, в принципе, в моей жизни мне помогли, и я буду делиться этим с другими людьми. Хочется, наверное, спросить, у нас раньше была такая традиция спрашивать каждого нашего гостя, какая для него основная тайна жизни? А мне хочется даже немножко перефразировать, потому что, судя по вашему опыту и то, как вы сейчас чувствуетесь, то, что ваша трансформация, которая произошла, какое для вас самое большое открытие в этой жизни? Открытие. я не хочу просто показаться какой-то оторванной или далекой от людей, и если я скажу пятое измерение, то меня просто могут многие не понять, что это какая-то лила, игра нового уровня, нового качества. Это для меня сейчас новое открытие. Новое постижение, познание себя. Вот это для меня сейчас открытие. И что вот это самое пятое измерение, про которое очень многие говорят, оно совершенно естественное, и оно находится прямо здесь и сейчас, и оно находится в каждом из нас. И по сути курс «Архитектор новой реальности» подготавливает человека вот именно к этому, чтобы с помощью намерения, которое в конечном итоге человек создаст в процессе этого курса, привело его туда, куда ему нужно, помогало ему туда идти, я бы так сказала, создавало этот вектор. Относительно раскрытия души, раскрытия внутреннего потенциала, раскрытия себя истинного, настоящего, живого. почему в этой жизни этого так мало, и почему это стоит делать каждому человеку? Вот в моменте это прям нужно вот эти лампочки загорать, сознание раскрываться. А иначе смысл-то какой? Какой смысл иначе здесь смотреть чужое кино? какой смысл просто присутствовать, но не проживать? Какой смысл? Не осознавать? Я не вижу смысла тогда. Понимаешь? Поэтому раскрывая себя по-настоящему, мы раскрываем свои какие-то возможности и своего собственного роста. Это как, знаешь, прожить всю жизнь каким-нибудь там, не знаю, семечкой, и которая никогда не превратилась, скажем, в колосочек, там, потом не дало плоды и так далее, да, не расцвело. это вот так. Или же когда, допустим, ты пускаешься в это путешествие, постижение, познавание какого-то внутреннего, честного такого, раскрытия своего, потенциала своих, даров по-настоящему, ты растёшь тогда, и это интересно, интересно ощущать этот рост. Как-то так. Основная моя задача, да, была вот именно в этом интервью показать вас, потому что вы, ну, меня ассоциируетесь не то, чтобы с практиками, да, не с каким-то конкретно техническими моментами, а именно с тем, что у вас и что вокруг вас, потому что то поле, которое вы создаёте вокруг себя, когда вы приходите к кому-то, когда идёт коммуникация с вами, это что-то очень необычное, очень уникальное, здесь без лишней лести, потому что у меня, я очень много раз отслеживала, и каждый раз моё состояние меняется, и это какой-то внутренний рост, то есть я в себе раскрываю те моменты, каким-то образом нахожу ответы просто вот в присутствии, и поэтому было интересно просто узнать вас. Спасибо вам за это. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова